Бомбардировщик Су-24, как его еще называли летающий чемодан с бомбами, займе гоноровое место на плясовце перед головным корпусом Гомельского державного технического университета имя Сухого. На завтра запланованный один из самых складанных этапов работы – установка самолета на постамент. С места падей Марина Джалая. Майор с 61-й Барановицкой авиабазы, удельничая в установке такой техники в Беларуси 30-й раз. У Гомеля – в першиню. Кажут, что самым складанным была установка плоскости у Экиля. Але самым працаемким будет подъем Су-24 на постамент. Зарабить это плануют заутро. Для чего заденят чуть два сорокатонные краны. А сам самолет вважить амаль 13 тонн. Недавно были на родине Сухого, в городе Голубокая. Там установили два памятника Су-27 и Су-24. Су-24 в Гомель доставили с Барановицкого 558-го авиарамонтного завода. Шматонную машину привезли с места заховывания в разобранном выгляде. Крылы до корпуса самолета промоцовали уже на Речицком проспекте. Тактичный фронтовый бомбардировщик для своего часа был передовым. Он призначался для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и складанных метаумовах. Например, на малых вышинях с поражением надземных и надводных целей. Максимальная худкость Су-24 досягает 1700 км за годину. Вышение полета превышает 10 км. У сего урозной модификации было выработано больше 1400 таких машин. В Беларуси самолет сняли за узброение 7 лет тому. В свете он еще протягивает летать и выполнять боевые задачи. Знаковое событие, оно хорошее событие, потому что наш университет является единственным университетом в мире, который носит имя гениального конструктора Павла Ильича Сухова. И поэтому для нас это чрезвычайно важно, чтобы эта память или это название существовало еще вот таком материальном. Боевая машина станет одним из элементов памятного знака, который открыт до дня перемоги перед уголовным корпусом технического университета имя конструктора Павла Сухова. Аллею стилизуют под взлетную полосу аэродрома. Марина Джала, Игорь Маришенко, Телера, Деокомпанія Гомель.